Баян, сегодня у нас в гостях Нуртаса Дамбаев. Мне интересно, вот после успешного показа Келлинки Сабины, наверняка у него много поклонников, много поклонниц, которые откликают его. Келлинка Сабина! Келлинка! Вот если бы тебя на улице отзывали. Киубала, Серик, Берик, Сабит! Вот тебе было бы приятно. Динарочка, ну я думаю, что если бы Киубала, Берик собрал в прокате за неделю 600 тысяч долларов, да, в общем-то, хоть Сабит, хоть Габит, бог ради, меркантильная Баяна Сентавила. Добрый вечер, вы смотрите Sky Studio, и сегодня у нас в гостях Нуртаса Дамбаев, он и актер, он и сценарист, он и режиссер, он и продюсер, он и Келлинка Сабита, Сабина, он и скоро будет Киубала, Берик. Почему Киубала, Берик? Добрый вечер. Добрый вечер, добро пожаловать. Я не удивлюсь, в общем, если так успешно прокатилась картина с Келлинкой Сабиной, то мне кажется, можно, в общем-то, сделать Киубала, Берик. Давай сделать историю Киубала, Берик, почему-нибудь. У нас разве в Казахстане можно заработать на фильме? Я думаю, что да, можно заработать, но опять же, как бы здесь все достаточно просто. Если хочешь заработать, то, наверное, не надо много тратить. А сколько вы потратили? Ну, мы уже говорили на пресс-конференции перед предпоказом нашего фильма, что живыми деньгами мы потратили, ну, наверное, 1300 долларов. 300 тысяч, это были ваши личные деньги? Нет, не личные деньги, это были деньги нашей студии, вот, которой мы... Ну, студией руководите вы? Да, студия наша, не только моя, но наша студия, да, так сказать. Ваша, это, ну, у вас есть свое место? Есть там учредители, да, свои, вот. Свои олигархи? Ну, не олигархи, но, как бы, да, то есть, это не личные, просто мои какие-то персональные средства были. То есть, если 300 тысяч долларов вложить с фильм, то можно заработать? Ну, как практика показала, то да. Ну, и опять же, я повторюсь, то, что это были живые деньги, как бы, потому что мы не стали считать ту технику, которую мы использовали, да, потому что техника принадлежит нашей студии, да. Я не стал считать там свой сценарий, то, что я режиссировал, то, что я продюсировал, то, что я играл, да. Но это огромная экономия. Да, 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 Баян-то, как бы, опыт большой, она-то знает, что там немалые суммы. Я, кстати, вот разговаривала с Баян перед нашим интервью, и Баян тоже говорил о том, что если вложить мало, то заработать можно много. Нет, не много, можно заработать. Можно заработать, но те цифры, которые она мне назвала, они, вот, собственно, меня не особо впечатлили. Ну, наверное, Баян не все цифры рассказывает. Я не знаю, я, ну, как бы все знают, да, что фильм Баян первый, вот этот, Ашик Жирек, как бы, да, он там был, наверное, первый, который вообще заработал. Он сколько заработал? Миллион. Ну, и потрачено было 300. В общем, как тебе удалось 300 потратить, это тяжеловато, потому что мне на втором Ашике не удалось потратить столько, я потратила больше. Больше, да. Ну, поскольку главная героиня была тоже не засчитана в бюджет, режиссер и сценарист, это основные, основные такие, ну, как бы, содержательные, так сказать, части основного бюджета. Ну, и техника, техника. Да, и техника, и поскольку техника принадлежит самой компании, конечно, 300 тысяч, это, ну, и то, в общем-то, достаточно разлетная цена. А нет страха, что вот будете снимать «Келинку Сабину 2» и что провалится в прокате? Ну, честно говоря, нет, потому что, ну, я верю, да, как бы, в свои силы. Ну, многие голливудские режиссеры верят в свои силы, но даже вот известные большие картины... Нет, возможно-то все, конечно, как бы никто не может на 100% сказать, что это будет хорошо или это будет плохо. Но я понимаю то, что, создавая «Келинку Сабину», да, и сидя там на премьере, я вообще, если честно, я там сильно нервничал, хотя не собирался нервничать. Вот, и я был вообще недоволен этим фильмом, я думал, что какой позор вообще, как так можно было так вообще снять. Не смешно, неинтересно, и когда люди там реагировали, мне казалось, ну, они знают, что я в зале сижу, им неудобно, я их, как бы, пригласил на презентацию. Да, да, да. Вот, и это чувство было вот вплоть до того дня, когда там 27-го числа, когда уже общая премьера пошла по Казахстану, мы пошли с ребятами, мы специально опоздали на сеанс, чтобы в темноте зайти и посмотреть на реакцию, ну, просто людей, которые, ну, не знают, что мы находимся в зале рядом с ними. Вот, и когда мы там уже увидели эту реакцию, увидели, что люди там аплодируют, смеются, да, мы поняли, что кино стрельнуло, и на кино у нас можно делать, из кино у нас можно делать, в Казахстане бизнес, как бы. Поэтому вторая часть, я думаю, она будет не менее успешной, потому что во второй части мы уже используем весь опыт, который мы собрали при съемках первой части. А что-то будет честно движет, все-таки заработать или все-таки это какие-то творческие амбиции, что больше перевешивает? Вот меня больше всегда перевешивали творческие амбиции. Честно говоря, до премьера фильма я, как бы, ну, людям там из своего окружения, там, ну, какие-то друзья, знакомые мои, ну, те люди, которые работают, кому-то я говорил, что если фильм не стрельнет, я не буду вообще ничего снимать. Потому что я понимал, что я вложил туда много именно своих сил, энергии, да, и, как бы, каждую шутку я долго думал, на монтаже думал, во время съемки, там, передумывал, переделывал и так далее. И тогда я сказал, если это будет не смешно, то я не знаю, что должно быть смешно для нашего казахстанского зрителя. Поэтому для меня, как бы, это многое значило, и на первом месте, конечно, у меня не стоял доход, да, то есть я себя настроил так, что даже если я потеряю все деньги нашей студии, как бы, я себе сказал, ну, ничего страшного, ну, хотя бы ты попробовал, ну, себя, как бы, там, корить за это, да, там, вот, я не стану. Как-то я где-то читал известный вот этот вот московский ресторатор, да, Новиков, вот, я не знаю, это его фраза или он сам кого-то цитировал, но он, как бы, сказал, да, что если начиная какое-то дело, ты прежде всего думаешь о доходе, то успеха не будет, да, то есть если думать только о деньгах, то, как бы, не рассчитывай на что-то хорошее, вот. Поэтому я понимал, что во главе угла, конечно же, творчество, вот, потому что это первый полный метр, да, и мне было, на самом деле, и страшно где-то, и рискованно, я думаю, может быть, недостаточно еще у меня сил, чтобы снимать кино, потому что, ну, без образования, да, то есть никогда не учился ни на режиссера, ни на сценариста, я думаю, может быть, вообще это какая-то ерунда получится, и, то есть, ну, как-то, ну, и завтра стыдно просто будет перед людьми, потому что кичился, кичился, а тут, получилась какая-то там, ну, вот, поэтому творчество, да, какие-то самые люди. И опять же, главную роль ты отдал самому себе. Да. Да, мы уже говорили на эту тему как-то в другой передаче, Нуртас вообще не стесняется, когда все титры закрываются только фамилией Нуртас Адамбаев. Начиная от актера, кто заканчивается сценаристами, режиссер, оператор. Это вся лента Нуртас Адамбаев. Нет, а что это, экономия на людях или это вот личные, лично, может, я не знаю, может, тщеславие даже? И не тщеславие, и не экономия, просто это так все так хорошо случайно совпало, что благодаря этому я экономлю деньги. Нет, просто, ну, сценарий, как бы всем понятно, что это самое главное в любом кино или там сериале. И лучший сценариста, чем вы, в вашей компании нет? В нашей компании? Вашей киностудии. Ну, я прямо так сейчас не буду говорить, я самый лучший и так далее. Я просто понимаю, что то, что я пишу, на них больше реакции. Все сценарии прописываете вы сами? Да, нет, ребята у нас сейчас тоже стали писать, но... Ну, героев придумали вы? Героев, да. Режиссер вы? Да. Главный актер вы? Да. Ну, вот, как сказала Боян... Просто мне повезло, что я все это могу делать. Просто вам повезло, что вы у себя есть. Да, да, да. Ну, какой-то подарок себе лично сделали за то, что вот вы сняли такой успешный фильм, после первого, после премьеры увидели, что народ собрался, посмотрел, что народу нравится. Вот как-то себя поблагодарили? Нет, пока нет, пока нет, да. Я вообще стал замечать в последнее время, что себе стал меньше внимания уделять, я не знаю. Ну, я бы не сказала. Нет, не... Глядя на вас. Нет, ну, просто как-то стараешься там здесь помогать, там помогать, да, там что-то делать. И себя обделяете? А себя как-то... Ну, наверное, еще и нехватка времени, потому что фильм он все время забрал у нас. Дорогой подарок? Нет, нет. Я уже стал тем человеком, которым я когда-то не хотел становиться. Это из разряда тех, когда ты, например, выбираешь какие-то часы, и ты видишь, и тебе они так нравятся, и ты спрашиваешь цену, и тебе ее озвучат, и ты говоришь, блин, это же можно купить такие приборы, это же можно там объективы взять, штативы, да. И ты думаешь, ну... То есть вы все деньги, пооборот. Ну, Нурта, все-таки казахов тебе много, то есть все-таки и на это тоже хватает, да? На самом деле это реквизит, да. Да ладно. Ну, это, кстати, не реквизит. Я была в Алматы и видела вас на этом Галенвагене. Это реквизит, оказывается. Он на реквизите ездит. Это же ваш автомобиль? Нет, это не моя машина. Ну, как это не ваша? Он ездит на рейндж-ровере, если я не ошибаюсь. А, да? Поменяли уже, значит. Нет, нет, я никогда не ездил на рейндж-ровере. Опять поменял? А на чем вы сейчас ездите? У меня моя вот машина, на которой я езжу, я не знаю, уже долгое время. Старая, старенькая. Да. Галенваген. Просто, может быть, старые модели Галенваген, поэтому стесняются. Нет, ну там это не старые. Я просто заметил фотографии. А почему ты скрываешь на какой-то машине ездишь? Вы скрываете, сколько вы зарабатываете? Да. Нет, я не скрываю. Боитесь налоговой какой-то проверки? Нет, в этом плане у нас все нормально. Мы законопослушные граждане, да. Вот, кстати, вы в политике себя видите? Честно? Нет, нет. Никаких амбиций? Не хочу прям. Стать министром культуры, депутатом? Нет, мне кажется, ну не знаю, может быть, министр культуры ближе, чем депутат. Да, потому что министр культуры – это тот исполнитель, который может что-то как бы практически делать. Да, депутаты, ну они там законы принимают, все это очень долго, да, это не видно, да, этой работы, как бы, ну так вот не пощупаешь, да. Да, вот, министр культуры, конечно, это такая позиция, которая может на многое повлиять в лучшие стороны. То есть министром культуры вы готовы стать? Не знаю, сейчас нет, ну потому что кто мне предложит, да, во-первых. Вот, ну а… Ну если бы предложили бы, почему нет, да? Ну почему нет? Не знаю, вот честно скажу, не знаю, да, я бы подумал, ну какой дурак не согласится, да, но я бы, наверное, я бы, наверное, все-таки подумал бы. Согласился бы, но сначала подумал бы. А дружите вот с министрами, с депутатами, с чиновниками? Ну не то, чтобы дружим, есть знакомые, да, люди, которые там занимают какие-то посты. А вообще, ты когда-нибудь пользовался знакомством, знакомствами? Ну, постучался в кабинет, позвонил секретарю, записался на прием. Мне просто интересно, как творческие люди добиваются успеха, удачи. Не для творчества, то есть. А для чего, вот для чего, как можно использовать твои знакомства, вечную душу? Иногда помогает, да, как бы. В чем помогло? Ну разные бывают в этой жизни вопросы, да. В плане работы никогда не пользовался этим, да, я всегда был против этого. Даже были моменты, когда мне говорили, давай зайдем там к руководству определенного канала, мы тебе поможем, договоримся, у тебя будет, ну, к тебе доверие будет и так далее. Я понимал, ну вот приведет меня человек какой-нибудь, да, вот к директору канала, да, вот скажет, вот он, вот хороший парень, работайте с ним. А я сниму какую-нибудь там фигню, да, и завтра ему будет неудобно, да, перед ним, потому что он мне не рекомендовал. Я думаю, ну зачем мне это нужно? То есть вы об этом думаете, да? Я могу снимать что-то интересное, я лучше приду к незнакомому человеку, я с ним лучше познакомлюсь, ему дам этот проект, и я буду работать так, чтобы ни перед кем не стесняться. И что самое важное, не быть завтра кому-то обязанным и должен, да, потому что наши люди очень сильно любят, сегодня дадут тебе там 200 тенге на такси, а завтра скажут, что они тебе там взрастили. Это вопрос такой личной мужской чести, что ли? Я считаю, что такими методами должны пользоваться те, кто видит какие-то слабости в себе. То есть если он не может этого добиться, то, что можно, там, я не знаю, и так добиться, если он начинает пользоваться какими-то там звонками и так далее, то это их. Я понимаю, что в свои силы я там верил всегда, начиная там с 9 класса, как я начал играть в КВН в школе, я всегда понимал, что я сам могу чего-то. Скажи, а ты понимаешь вообще, ты признаешься самому себе, что я очень умен, я лидер по своей натуре, мне никто не нужен, в советчике, в друзья, в работе, и когда я один, мне лучше. Ну, я просто делаю некие выводы, да, ты говоришь, никто не сыграл лучше, чем я, Сабинку, никто не написал лучше, чем я, ты разошелся со своими бывшими партнерами, потому что, ну, как бы считал, что ты это делаешь лучше, чем они, или в одиночестве у тебя лучше получается. Вот, ты можешь самому или сейчас признаться, что да, я сам себе нравлюсь, мне нравится то, что делаю я, и я не нуждаюсь в ваших советах. Я, например, тоже не люблю, когда мне советуют. Ну, как бы мне не стыдно, я об этом говорю. Мне кажется, этого нельзя стыдиться, потому что, если притворяться где-то там, что ты такой чересчур скромный, это будет выглядеть как-то со стороны очень дешево и как-то неправильно, да. То есть, если я умею что-то делать, я об этом буду говорить, что да, я умею делать. Когда я играл в КВН, и нам говорили там, вот мы командой сидим, и нам кто-то приходит, говорит, а кто эту шутку придумал, да. Я не понимал тех людей, которые говорят, мы вместе все придумываем. Тебе не нравилось, да, это? Я думаю, не бывает такое, чтобы в один момент мысль одна и та же пришла всем в голову, и они такие, ура, мы вместе все придумали. Я за то, чтобы, если кто-то придумал, надо говорить, а вот это он придумал, потому что это интеллектуальная собственность, это работа твоего мозга, да, то есть ты ради этого трудился и так далее. Почему кто-то должен там пожинать твои там лавры, да. А по поводу советчиков, друзья в работе мне нужны, и есть у меня друзья, вот, да, вот, Аскар, например, Узабаевка, 5-6-7 студия, да, там, вот сейчас Аскар, Бесель. Ну, ты приглашал Аскара на съемочную площадку, вот Аскар приглашает на съемочную площадку своих друзей, режиссеров. Я знаю. Он советуется. То есть ты не приглашал никого, ты тихо сам собой. Я почему никого не звал на просмотр и не советовался ни с кем, как мне лучше сделать, потому что я боялся одного, чтобы на меня не повлияло чужое мнение. Я не хотел привести человека, который ради того, чтобы, может быть, где-то себя показать, да, ну, просто сказал бы, слушай, ну, мне кажется, что она должна вот так вот сделать. Я понимаю, что я потом ходил бы, я бы об этом думал. То есть на монтаже ты сидел единолично, фокус-группы у тебя не было. У меня была фокус-группа, один раз мы собирали, было 10 человек, это были обычные самые люди, которые не имеют отношения к нашей работе. Это были, там, студенты, были просто работники, там, других сфер, там, в банке. Ну, в общем, опять же, и здесь же ты сказал, я все решу сам. Да. А я думаю, что Нуртаз доверяет только себе. Да, да. То есть нет авторитета, который бы вам сказал, здесь лучше было бы вот так, а здесь вот этого не нужно было делать. Нет, я вот вообще, я очень не люблю, когда мне кто-то что-то так вот говорит, вот это вот лучше, ты это неправильно сделал. Я не верю вообще вот в какие-то такие вот вещи. Когда мне там говорили, так нельзя снимать, я никогда не понимал, что значит нельзя снимать, кто такой сказал, да. Что касается конфликтов, да, то есть у вас, я помню, был конфликт с одним из телеканалов, где выходила наша Казаша, и у вас был даже суд. Был суд, да. Был суд, вот скажите, этот конфликт был связан с тем, что вам как раз указывали, как надо снимать? Нет, мы снимали, и довольно успешно мы снимали, но на тот момент я почувствовал, что мы остановились на месте. Мы стали делать одно и то же, это было смешно, это было популярно, но не было какой-то новизны. И поэтому вы расстались тоже по этой же причине с Далатом Шейхиславом, вашим другом и партнером на тот момент? Может быть, да, может быть, да, потому что я понимаю, что жизнь на самом деле очень короткая штука, и тратить ее на какие-то вещи, которые ты уже научился делать, ну это, мне кажется, неправильно, да, то есть отведено нам всего вот так вот, ну и мне кажется, за этот отрезок времени, чем больше ты достигнешь, тем оно будет как бы правильнее. На своем пути вы, людей, которые вам мешают, вы их... Нет, нет, почему нет? Естественно, такого нет, то есть я там не хожу по головам и как бы не разбрасываюсь там людьми. Но тем не менее, Далатом, вы же были друзьями, вы же играли в КВН. Ну вы знаете, как бы, вот, например, тот конфликт, который вот с этим каналом был, о котором вы говорили, да, был конфликт, был суд, но я понял по прошествию времени, что все-таки человек, он растет, да, человек, он где-то мудреет, где-то умнеет, вот. Вот, и я, наверное, могу уже об этом рассказывать, что там по прошествии, там, может быть, нескольких лет у нас с директором этого канала, с Арманом Пельгеновичем состоялся разговор, когда мы пожали друг другу руки. Помирились. Мы друг друга поняли, да, причем с моей стороны была фраза, я сказал, ага, как у старшего человека, я прошу прощения, если вдруг что-то с моей стороны было не так. Я говорю, сейчас я на эти вещи смотрю по-другому. Ну, сейчас нет тех людей, которых бы я там стеснялся, при встрече отводил бы взгляд и так далее, то есть я за то, чтобы все было честно, открыто, и я рад, что, в частности, он меня понял. Тот же самый там Даут, Сабит, с которым мы там долгое время работали, делали этот проект, тоже у нас как бы, ну, не так мы там разошлись, как самые лучшие друзья, вот. Но, например, недавно, мы просто случайно встретились там где-то в городе на какой-то тусовке, вот. Я также нашел в себе силы, я думаю, что я поступил правильно, я просто подошел, сказал, ребят, ну, взрослые вы же люди, да, вот это ребячество, мне кажется, ни вам, ни мне, оно как бы не нужно. От этого никому лучше не станет, поэтому, как бы, давайте по-другому к этому относиться, давайте просто, ну, пожмем руки, ну, и все, как бы, было и было. У вас свои проекты, у нас свои проекты, никто никому не мешает, дорогу не переходят. Ну, не Сабита, не Даута в твоих проектах не будет, ни в сценаристах, ни в авторах идей, потому что ребята-то, в общем-то, достаточно способные и талантливые. Да, но я не говорю, что я их там никогда не возьму, да, то есть вопрос сейчас так не стоит, да, то есть, как бы, они вполне самодостаточные там люди, есть у них там своя команда и так далее, которая делает свои проекты, ну, и мы свои проекты делаем. Ну, Келин Касабинка 2, автор сценария Адамбаев, режиссер Адамбаев, вот если бы Адамбаев еще монопод надо придумать с камерой, который будет снимать, он бы и этим занялся. Всегда можно потратить 100 тысяч долларов, и представляешь, сколько можно заработать, да, на самом деле. Нуртас, мне интересно, вы благодарный человек, потому что я знаю, что когда вы только, то есть мы вообще наблюдали эволюцию вашего восстановления, да, я помню вас, вы играли в КВН, потом была наша Казаша, да, потом Киза-Этландия, то есть мы, ну, как бы, наблюдаем вас в телевизоре, видим ваш рост, и вы сейчас, на самом деле, такой самодостаточный, успешный человек, который даже находит в себе силы подойти к своим бывшим друзьям и попросить решения. Да, это свойство сильного человека, конечно, безусловно. Да, то есть мы наблюдаем, как вы превратились из юноши в такого сильного, успешного, самодостаточного животика. Спасибо, это очень приятно такое услышать. Даже животик появился, и Юлий Снародин, конечно же. Заигрался в агашек, и Сосан стал агашкой, называется. Я просто знаю, что вам в свое время тоже помогали. Помогали. Агашки помогали. Агашки помогали вам в свое время, правда? Ержан Тунгышпаев, я знаю, такой есть олигарх казахстанский, который тоже в свое время вливал... Так он олигарх? Ну, вроде да, или нет? Нет, ну как бы с Ержаном у нас совсем другие отношения, нет, у нас дружеские отношения. Не было, ну такой помощи не было. Не давал деньги, да? Нет, нет. Он вообще мой бывший шеф. Как мы с ним познакомимся, я работал в одной компании, это была дочка нацкомпании, да, телекоммуникационной. Вот. А когда вы успели поработать еще где-то? Я после университета работал там, да, я занимался рекламой. Да, по профессии? Да, я политолог. Я закончил международное отношение, вот, играл в КВН, потом я работал там в Казан Вести, в компании. Мне всегда везло с моими руководителями, потому что, что Аскар Баталов, он возглавлял Казан Вести, тогда он поддерживал КВН, поддерживал меня, отпускал на игры, мы тогда играли вот в России и так далее. Потом я работал вот в компании Костронском, там, Аскар Серегбаевич был такой, ну, есть такой человек, я не знаю, сейчас работает там или нет, тоже с таким пониманием относился. Тогда мы уже играли в высшие лиги, да, то есть, и где-то он закрывал глаза на то, что там я там брал отгул, там, потому что... А деньгами помогали? Деньгами были люди... Потому что я знаю, что КВНщики очень часто вообще просят деньги всегда. Да, постоянно причем. Постоянно причем, причем у всех. Ну, слава богу, я уже давно не КВНщик, да, и... Ну, будучи КВНщиком. Ну, когда мы делали нашу Казашу, нам помог человек, да, даже два человека были. Ну, это наши местные бизнесмены, да, которые просто сказали, ребята, мы хотим помочь, если нужно, мы поможем. И вот им отдельная большая благодарность, потому что это был хороший толчок к тому, что сейчас мы имеем. Мартас, вот ты уже достаточно взрослый человек, тебе там, ну, чуть за 30, по-моему, да, уже, если я не ошибаюсь? 33? Ну, я говорю, чуть за 30, да. И, в общем, к этому возрасту ты уже такой зрелый мужчина, ты, знаешь, такое, по пустякам не расхлёстываешься, тебя не заметишь там в бурной компании, пьяным, например, да, выпившим, некрасиво выражающимся, неопрятно одетым. Тебя мало встречишь с девушками, например, да, ты такой достаточно скрытый человек. Вот на экране мы наблюдаем Келинку, Сабинку, Агашку там, ну, в разных образах, да, а в жизни ты очень такой серый, я бы сказала, да. Это вот что, ты балансируешь так своё эмоциональное состояние? Или ты просто вот, когда камера включается, ты такой вот весёлый, разглагольствующий персонаж, да, а в жизни нет, ты такой в жизни сдержанный, правильный и достаточно предсказуемый? Ну, наверное, так и есть, как вот, ты сейчас всё сказала, да, вот, ну, наверное, просто я устаю от работы, чтобы и в жизни стараться быть весёлым. Я просто вот, я не хочу быть весёлым, да, в жизни. Я не хочу стараться быть весёлым, я не хочу, вот, у меня есть там какие-то знакомые, я так наблюдаю, я понимаю, что это не я, да, люди, которые на каждом слове хотят пошутить. Если они занимаются в юморе, они думают, что всегда, постоянно должны шутить. Я не хочу, и мне этого вот так вот хватает на работе, когда я пишу сценарий, мне просто там лишние шутки, мне уже не хочется. Вот, ну, наверное, не хочется тратить время на что-то такое, ну, которое не принесёт мне, наверное, какой-то пользы. В 33 года ты уже говоришь, жизнь коротка, я так устал, я уже вообще не обращаю на себя внимания. Я не говорю, так устал, я говорю, я устаю на работе, но это приятно не усталость. Нет, ты уже много раз сказал о том, что ты устал, а тебе всего 33, а что будет 43? Я не знаю, что будет 43. У меня, конечно, есть какие-то мечты свои. Так получается, просто, Нуртас, когда мы приглашаем в нашу Sky Studio героев, они все, у нас впечатление, мы после программы всегда с Баян пьём чай и обсуждаем гостей после. И получается, что каждый наш гость идеальный. Мы это понимаем, что идеальный, ну, то есть мы, даже мы, насколько бы мы не выглядели идеально, что совсем какой-то... Чересчур хороший какой-то, да. То есть есть же, понятно, что вы работаете, снимаете фильмы, что вы отдаёте себя стопроцентно, да, своей работе, при этом вы зарабатываете деньги, да, вы, ну, ведёте, как Баян сказала, серый, закрытый образ жизни, да. Вот есть фото из вашего Инстаграма, мне кажется, это казино, либо это тоже реквизит. Это у меня дома. У вас дома? Да. То есть это хотя бы что-то мы нашли? Это мой любимый стол, где я завтракаю, да, ну и кушаю. Это покер? Да, мы играли в покер, это мы с друзьями. Я вас фото, потому что это Royal Flash, да, был. И мы все так радовались этому событию. Да. Это такая редкая комбинация, да, просто. А что ещё, вот, получается, покер ваш, допинг, что ещё? Ну, у меня есть мои друзья, с которыми мне интересно проводить время, да, с которыми... И вы собираетесь дома у вас? Я перестал, вот как Баян отметила, да... Мы давно не встречаемся на вечеринках с Мстасом, да. Потому что вот я понял, что шумные места начинают напрягать, начинают напрягать, где много людей, где что-то вот... Потому что обязательно начинают, давай, выпьем, давай, отметим, давай, это, да. От этого устаешь. Ну, кстати, твои друзья достаточно пьющие люди. Ха-ха-ха, я понимаю, о ком ты говоришь. У меня много друзей. Ну, не много друзей, но... Нет, тех, которых я знаю, они достаточно хорошо выпивают. Вот все выпивают. Порошенечко выпивают или очень много выпивают? Порошенечко, хорошенечко выпивают. А в этот момент Нуртас сидит и ему тоже весело и не пьёт, да. Вы не пьющий человек? Нет, я не говорю, что я прям никогда не пью алкоголь. Естественно, я могу выпить алкоголь, да... Ну, то есть до такой кондиции дойти можете, чтобы забыть своё имя? А, нет, нет. Иногда хочется, но никогда не получается. Курите? Нет. Не курите. Вообще, мне Нуртас напоминает, знаешь, женщину, которая глубоко замужем. И у которой муж, который страшно боится своего мужа. Знаешь, вот бывают такие женщины, которые вот, посмотришь, а вдруг муж узнает. Компания, а вдруг муж узнает. Вот, и вот это такая вот какая-то напряжённость, да? Это, наверное, как я чувствую, сказалось. Как будто есть какой-то смотрящий, которого ты страшно боишься. Возможно, это женщина, возможно, это какой-то начальник, я не знаю. Я думаю, что смотрящий, это, наверное, мнение общественности? Ну, вы знаете, мнение общественности, это очень важно. Но с недавних пор, опять же, благодаря Келинке Савинии, я понял, что нельзя полностью прогибаться под это мнение. Мне кажется, такие люди, они наоборот, они причём там у себя где-то там обвинили в разжигании социальной розни написали, я не понял. Зачем им, видать, хотелось какую-то умную фразу написать? Да, действительно, а где логика? Я вот не понял. Какой социальной розни? Я просто понимаю, что они сами разжигают даже, наверное, что-то более серьёзное, потому что, как, 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 я не могу понять логику, да, если это на самом деле так было. Но про них так пишут, что там, нагас, казахи обиделись на Келинку Савину. То есть, если они нагас, они таза, то получается, я грязный казах, да, получается, то есть, те, кто не знает, как бы, казахского языка там на 100%, они, значит, все какие-то нечистые, да, то есть, те где-то чистку прошли. Нет, поскольку я поняла, тебя обвинили, потому что ты, как бы, позиционируешь транс-веститов. Нет, это там какая-то тётка написала, да. Ну, это, ну, чё, тётке там сколько лет, тётке скучно жить, наверное, да. Но, тем не менее, достаточно, ну, есть фильм... Нет, транс-веститов, наверное, пропагандируют те фильмы, где есть транс-веститы. Эти люди, если, не знаю, в силу того, что они, наверное, учились в каких-то школах, где такое образование подвозно, что они не умеют различать роль в кино и сексуальную ориентацию, ну, это их сугубо личные проблемы, да, если они не понимают этой разницы. Ну, ты же предполагал, что так будет. Ты же предполагал однозначно. Я знал, что не все люди у нас могут, способны понять, в чём смысл, да. Просто здесь был холостой выстрел с их стороны, потому что эти люди, как бы, позиционируют себя борцами за всё казахское и так далее, да, что там за чистоту языка, что нужно учить язык. Это все благие и правильные цели, я и сам за это всегда был, да. Просто холостой выстрел. Почему? Потому что они, у них был фальстарт. Они побежали и не поняли, куда они бегут. Они не посмотрели фильм, они начали критиковать. Вот в этом у меня есть к ним претензия, что они не смотрели кино. Он сам пишет, я посмотрел трейлер, я проходил около ЦУМа, стоит какая-то толпа людей, стоят, смеются. Он посмотрел, что это трейлер нашего кино, и он подумал, что они все смеются над нашим народом. И он вот в гневе там писал. Но если человеку там столько лет, и он позволяет себе, не посмотрев что-то, начать критиковать, это уже говорит о его каком-то... Но вы тоже достаточно бурно отреагировали на эту критику и дали опустой ответ, вы сказали, что мнение пяти людей для меня не мнение общественности. Естественно, да. Для меня намного важнее количество людей, которые ходят в кинотеатры, поднимают там свои пятые точки, сидят дома, да, стоят в пробках, стоят в очередях, отдают свои кровно заработанные деньги для того, чтобы прийти на фильм, на этот просмиряться. Но тем не менее, мнение одного человека, и ты отреагировал. Вначале я даже потом подумал, что зря я это сделал, надо было проигнорировать, вот. Но я понимаю, почему я это сделал, потому что у нас все привыкли, если кто-то что-то начал там в соцсетях писать или в СМИ, надо лучше там побыстрее спрятаться, чтобы оно буря прошла и потом вылезти наружу. Я сейчас понимаю, что нельзя этого делать, потому что если так поступать, то вот эти неадекватные вот это вот мнение, оно будет усиливаться, они всегда будут, то есть и завтра это делать. То есть вы вспыльчивый человек? Наверное, да, да. У меня есть фотография ваша замечательная, не ваша, вернее, Келинка Сабина. Это как раз со дня съемок. Да, и Баяночки. Вот, Баян, я тебя не видела никогда с другими женщинами, ты обычно себя только фотографируешь. Ну, это, видимо, селфи делала Келинка Сабина. Да, очень многие написали, что Келинка Сабинка намного краше, чем я. Ну, конечно, я в этом не собираюсь. Я хотела даже удалить фотографию, думаю, ладно, хорошо, пусть останется. Ну, вот если бы вы действительно были девушкой, вы были бы очень симпатичной девушкой. Ой, ну я не знаю я. Все съемочные площадки всегда говорил, ребята, чересчур не заморачивайтесь. Когда мне говорили, щетину видно у меня, у гримера паника, мы отсняли, у тебя там щетина была, она там смотрит в экран, плейбэк. Я всегда говорил, они знают, что я мужик. Не надо чересчур, вот прям вот, да. Ну, не делать же мне теперь операцию из-за этого, чтобы прям 100%. Я говорю, все знают, что мужик здесь стёп. Здесь сам формат фильма, он позволяет такому быть. Ну, лазерную депиляцию можно на будущее сделать, у вас же всё-таки келинка Сабина 2 будет. Лазерная депиляция даже есть. Да, вот у нас обеих из вас, и твоя келинка будет просто цветочек. Если лазерная депиляция, у вас вообще щетины не будет, понимаете, да. Ну, она же вам приносит деньги, приносит доход, поэтому вы тоже должны как-то, так сказать, вкладываться в её образ, чтобы без щетины... Опять же, это вопрос о том, что, да, вот это вот, как мы говорили ранее, там, кто-то обвинил, типа, трансвестизм, не трансвестизм, да. Если бы я уделял вот такое вот внимание, оно, наверное, где-то и походило бы. Мне когда говорили, ну, ртас, там, походку из меня, я говорю, нет, я буду идти как мужик, я не хочу ходить как женщина, да. Я вот, ну, в последней сцене я себя там заставлял идти на этих каблуках, ну, это очень сложно. А сейчас, вот прямо сейчас могли бы перевоплотиться на наших глазах? Я могу, потому что я даже подготовился для этого, да, с вашего позволения у меня есть такой вот реквизит. Прямо на наших глазах, да, вот сейчас, на наших глазах будете? Ну, раз уж вы меня попросили, я двум красивым девушкам не могу отказать. Одной бы ещё, может быть, как-то, но двум сложновато, наверное, будет. Всё-таки я люблю женщин, да, так что всякие там обвинения. Так, у нас новый гость, в студии женщина, надо подготовиться. Я научился сам завязывать, даже без чьей-либо помощи. Вот я, кстати, не могу так завязывать платок. Это несложно, оказывается. Всем привет, вот меня позвали сюда, в Астану, здесь так классно вообще, и вот, вот я здесь сижу сейчас, вот, мой хозяин Нуртази сидел, пока он вышел, я решила здесь с вами, девочки, посидеть, да. Киринка, слушай, Сабинка, вот ты же давно уже замужем, ну, сколько ты лет уже замужем, ну, года три уже ты замужем, ты всё в этом своём же гире. Нет, не три, на самом деле, где-то полтора года, да. Ну, полтора года. Так, мужчинку тоже лет десять. Ну, полтора года в ауле, это где-то лет пять, наверное, да. Как бы, да. Ну, когда ты родишь сына? Сына я рожать не буду, потому что мне запрещает мой хозяин, да, вот, потому что Нуртази сам пишет. Он пишет сценарий, да, и он один раз мне признался, что ему даже самая мысль отвратительная, поэтому я всегда стоюсь целомудренный такой, вот, да. Сабина, мы с тобой встречаемся в преддверии Нового года, буквально через несколько дней будем встречать 2015 год. Многие казахстанцы едут на Бали встречать Новый год, кто-то летит в Эмираты, а вот где ты будешь встречать Новый год? В Жигире. Новый год, да, я буду встречать, вот, Байен права, я буду встречать в Жигире, но это, на самом деле, ничуть не хуже ни Мальдив, ни Эмиратов, потому что, ну, там так классно, понимаете. Вот, на Мальдивах вы не сможете еще карн-тазала, да, вот. Прям, причем за пару часов до Нового года. Да, 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 то есть, когда приносят тебе официанты вот этих лобстеров и так далее, да, это не настолько вкусно, чем когда ты там с утра вот эти все кишки почистила сама и так далее, я все нарезала, сварила, вот, это вкуснее намного, наверное. Да? А какой подарок ты ждешь на Новый год от своего хозяина, как ты говоришь, Нуртаса? Ну, я жду один подарок от него, вот, мы с ним об этом уже говорили, я хочу, чтобы было продолжение фильма Келинка Сабина, да, вот, если он будет настолько добр, он это обещал сделать, потому что в Келинке Сабине 2 будет очень смешно и очень интересно, так что все приходите в следующем году. Ну, понятно, Сабина. Так, ну все, передай Нуртасу, что я не буду отрезать свои волосы, сегодня почти решила. Да. Будем кумысом голову мыть. Сабина, ну ты же сейчас богатая женщина, можешь позволить себе жить, взять своего мужа, своего свекра? Да, от фильма я абсолютно ничего не получил, мне купили просто пару халатов новых, да, на барахолке, да, вот, а все уходит вот туда. Хозяин, хозяин. Слушай, ну тебя эксплуатируют прям по полной программе. Ты в этом году одна из главных... Одна из самых влиятельных женщин в Казахстане, я бы так сказала, да. Одна из самых главных влиятельных женщин, да, скажем, женщина, которая стремится, ну, которую все рады будут видеть у себя в доме, поэтому хотелось бы услышать поздравления. Уважаемые казахстанцы, казахстанки, казахстанята, вот, я поздравляю всех с наступающим Новым Годом, вот, не обращайте внимания, что это будет год барана, это будет нормальный год, все равно человеческий, вот. Ну, а пожелать, наверное, я бы хотела всем килинкам нашей страны, никогда не отчаивайтесь, не опускайте руки, пусть вас любят ваши мужья, ну, и всегда помните, что на каждую енешку найдется своя килинка. А, Сабина, спасибо большое. Спасибо вам, что пригласили. Спасибо, хотелось бы, чтобы Нуртас все-таки к нам вернулся в студию и попрощался. А почему Сабинка всегда трясется, скажи, пожалуйста. Я говорю, я вот... Что это означает, вот, нормальные женщины, да, представляете себе, здравствуйте, дорогие телезрители, знаете, сегодня у нас в гостях Нуртас Адамбаев, ну, как тебе это? Ну, вы понимаете, то, что, если я это так показываю, значит, мы, мужчины, вас так видим. А, вот так, да? Вот так. Ну, какие-то нервные больные, понимаешь? Потому что это все парадо. Нет, я говорю, то есть, я все делаю не по правилам, потому что я этим правилам не учился, я не знаю, как правильно, вот, там, как учат в академиях и так далее, да. Я знаю, что некоторые актеры, они-то очень долго входят в образ, они там, прям, пытаются это все пережить и так далее, да. То есть, у меня не было, я не ходил ради роли Келеньки Сабины, там, в женской одежде, не там, не наблюдал, да, там, за кем-то, да. То есть, когда включается камера, и я понимаю, что надо сыграть Келеньку Сабину, мне кажется, она просто кто-то в меня вселяется, да, и вот оно, вот, самоверное. Это удивительно, это удивительно. Не заканчивали даже актерские курсы, да, никакие? Да не надо ничего заканчивать, на самом деле. То есть, вы самородок такой? Не знаю, не буду я себя так называть. Ну, талантливый парень. Ну, ладно, не скромничай. Нет, талантливый, да, естественно, есть талант, но как без таланта, это, мне кажется, ничего не получилось бы. Это я скрывать не стану, потому что... Мне интересно, талантливый человек... Как будто какой-то такой майс, вот он, да, там. Талантливый человек на сегодняшний день кого-то любит? Конечно. Есть половинка? Вы имеете в виду про девушку, ну, про женщину, да. К сожалению, нет, да, то есть, к сожалению, так получилось, что, наверное... У меня есть человек, которого я просто... Я понимаю, что я его не просто люблю, это весь я, это мой сын, да. То есть, все, что я сегодня делаю, я понимаю, что это для того, чтобы завтра мой сын, ну, как бы, стал настоящим, ну, хорошим человеком. Вот, ну, а в плане, там, я не знаю, чувств и так далее, то пока нет. То есть, вы свободный сейчас, мужчина? Свободен, но, наверное... Но женат на работе больше. Да, 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 то есть, работа сейчас, она на первый план вышла. Я, наверное, где-то, к сожалению, стал замечать то, что я стал по-настоящему радоваться тогда, либо когда со мной рядом сын, либо когда у меня все хорошо на работе, то есть, когда у меня что-то получается. Вот, то есть, если будет такой человек, то, естественно, я сам хочу этого. Без этого тоже трудно, без этого иногда прям сложно бывает. Ну, а что, аж почему мне не нравится? Столько много девушек красивых, умных, талантливых, образованных. Рядом причем, да. В чем проблема-то? Я не знаю, казалось бы, да. Какие требования? Причем все окружающие, они так и думают, ой, вот он там известный, он популярный, у него и с этим проблем нету. Да есть проблемы, я не знаю, ну, как-то трудно найти человека, именно который был бы интересен тебе, именно своей душой, наверное. Есть много красивых девушек, есть много умных, хороших, на самом деле, девушек. В общем, а как старая дева бывает же, когда вот уже все не нравится? То замужняя женщина, то старая дева. Если не выходить замуж с молодой и здоровой, и потом уже вот у тебя требования растут и растут, и то же самое у мужчин, когда тебе уже за 30, тебе уже, в общем, не устраивает. Просто молодая, просто красивая, просто умная. Так еще и душа должна быть, понимаешь, какая-то необычная. Я думаю, что, Баян, здесь Нуртасу всего 33 года. Для мужчин 33 года – это, в общем, начало-начал. Я все понимаю, но требования к женщине становятся все выше и выше. Как Байзан на душу сейчас будет твои слова все, я теперь не переживаю. Поэтому я думаю, что, на самом деле, женщина будет обязательно, но сейчас, мне кажется, он в таком процессе закрепления, да? Я понимаю, что сейчас для меня это важнее, наверное. Да, а потом уже, ну, главное, ребенок уже есть. Да, и я за это тоже, если честно, переживал. В прошлом году, когда я брала у тебя интервью, ты сказал, что ты садишься на диету после того, как съездишь в Таиланд. Я сдержал слово. То есть, с тех пор твоя диета что-то как-то ни к чему не привела. Просто это было почти год назад, Баян. Да, то есть ты уже сбросил диету? Ради роли, ради Сабины я ходил на спорт. Я по два часа там занимался кардио, там, тренажер и так далее. А что ты хотел, чтобы Сабина была стройная, что ли? Конечно, я не хотел, чтобы у Сабины там торчал живот, и она была какая-то... Естественно, мне хотелось, чтобы она была привлекательной. Ну, как только ты закончил снимать Сабину? Как только вот мы сказали, что все, стоп, снято, и больше мы не будем ничего доснимать. И в этот же день я наелся там бешпармака, ну, ед, да, как бы, и все. С тех пор я отпустил диету, я теперь не могу ее как-то за нею ухватиться. Ну, нет, я это поняла. Ну что ж, Нуртас, спасибо вам большое. Спасибо, что прилетели к нам в Астану. Очень рады были вас видеть в преддверии Нового года. Мы поздравляем всех наших телезрителей, поклонников программы Sky Studio. С наступающим Новым годом. Желаем счастья и добра каждому дому. Я присоединяюсь. С Новым годом. И мы благодарим наших официальных партнеров салон мебели «Люссо» и строительную компанию «Доступные квадраты». Всего доброго. Увидимся в следующем году. Спонсор программы «Строительная компания «Доступные квадраты» с жилым комплексом «Пана». Расположенный в тихом и уютном районе столицы жилой комплекс «Пана». Это первое в своем классе жилье, в стоимость которого входит мебель и бытовая техника. Подробности на сайте pana-home.kz. Компания «Люссо» – это мебель и аксессуары от лучших итальянских производителей. Сичес, Капеллини, Тосканова. Сделанная вручную и по индивидуальному заказу. Мы представляем вам лучшие интерьерные решения и качества, гарантированные европейскими стандартами. «Люссо» – это роскошь, достойная вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова